Первая в этом году планерка прошла во Дворце культуры имени Медведева, которая находится в микрорайоне Новый Городок. Все места большого концертного зала были заняты. Обсудить самые острые вопросы на планерку пришли не только чиновники, но и жители Бежицкого района, самого многочисленного в городе. В наступившем году здесь предстоит решить немало проблем, причем в самых разных сферах. Так, больше всего жители недовольны состоянием дорог. Вот мы сейчас перед этим немного проехали. Вчера с главой администрации города, заместителем, частично, вот, тоже побежицы поездили. Вообще, ни пройти, ни проехать. И вот тут сейчас проехали. Я далек от того, что в течение года или двух мы решим проблему дорожную. Не решим. Но мы должны четко и ясно, системно, из года в год, и население должно знать, в каком году, какие дворовые территории или прилегающие к ним дороги будем ремонтировать. Дорожный фонд в этом году не уменьшится. Он составит около трех миллиардов рублей, почти столько же, сколько и в прошлом. Поэтому все намеченные по плану ремонтные работы на дорогах будут выполнены. Помимо этого, обсудили проблемы с благоустройством территорий. Из зала прозвучал вопрос о том, что же будет с детским городком Катюша, на месте которого, по словам местных жителей, хотят начать стройку. Губернатор пообещал разобраться в этой проблеме и упомянул о том, что уже принято решение немного замедлить темпы строек в черте города. Ведь для высоток остается все меньше места. Кроме этого, собравшиеся задавали вопросы и о развитии Бежицкого района. Будет ли выполнено все то, что обещали сделать в прошлом году. Мы знаем о том, что не так давно, на связи с нашей информацией, сообщили о том, что поступили деньги для спорта. Все спортивные объекты будут отремонтированы. Что же касается майского парка, то сейчас там идет масштабное строительство теннисного корта. Появятся в городе и новые спортивные объекты. Так губернатор упомянул о дворце спорта имени Виталия Минакова. Вся дальнейшая встреча прошла в форме диалога. Вопросы о здравоохранении, коммунальном хозяйстве и ряд других были взяты на контроль. Евгения Павлюкова, Владимир Сидоров, События Брянск.